В актовом зале городской администрации собрались члены Постоянной депутатской комиссии по экономической политике, другие депутаты Соликамской думы, чиновники, а также представители общественности и СМИ. В таком составе 20 ноября прошло публичное слушание основных направлений предложенного администрацией проекта городского бюджета будущего года. По теме обсуждения проекта решения Соликамской городской думы о бюджете Соликамского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. Начальник финансового управления администрации уже не в первый раз обстоятельно выступает с докладом по проекту. Представитель контрольно-счетной палаты сообщила, что проект местного бюджета соответствует всем нормативам и кодексам. А далее посыпались вопросы от депутатов к некоторым статьям бюджета. Почти точь-в-точь, как на обсуждении сметы расходов городской думы. Вальтер Пельс, например, поинтересовался исчезновением статьи о расходах на приобретение путевок санаторно-курортного лечения для бюджетников из муниципальных учреждений. Депутат Хлызов спросил о 10 миллионах, которые запрашиваются на завершение ремонта ЦРТДЮ-Звездной. Евгений Гаак попросил обосновать увеличение суммы контракта на содержание автомобильных дорог и элементов благоустройства. От себя добавим, ни в одной статье бюджета запрашиваемая сумма так не подросла по сравнению с прошлыми периодами. Почему мы сразу же увеличим на 25 миллионов рублей эту статью? У нас других проблем в городе из общего котлала мы берем, и у нас других проблем нет в городе. Куда бы мы были данные деньги потратить. Отметим, запрашиваемая сумма – 128 миллионов рублей. Оказывается, специалисты управления благоустройства посчитали все лестничные марши, дороги и пешеходные переходы, барьерные ограждения и все то, что надо содержать и обслуживать. В 2015 году контракт на содержание дорог летнее и зимнее составлял 80 миллионов рублей. За 2015, 2016 и 2017 годы инфляция составила 27,6%. Если перевести этот контракт с учетом инфляции на 2018 год, то получается у нас 102 миллиона с учетом этой инфляции. При этом увеличилась стоимость дизельного топлива на 19% за три года, увеличилась стоимость запасных частей на 27%. А также увеличилась площадь дорог и тротуаров, которые надо обслуживать. Выросло количество остановок, пешеходных переходов, дорожных знаков и иных объектов, которые надо содержать в чистоте и порядке. Во внимание принимается также рост объемов вывозимого снега из города и выездов спецтехники. Татьяна Горх добавила, что изначально сумма в данной статье была выше, а чтобы получили сети 128 миллионов, и так пришлось кое в чем ужаться, кое-что срезать. Если с этим пунктом все более-менее ясно и важность безопасности на дорогах, а уж тем более отсутствие снежных коллапсов, понимают все, то по статье расходов на бизнес-инкубатор вопросы возникли у нескольких депутатов Кичигина и Суботина. В прошлом году, на 2018 год, мы на эту организацию планировали миллион шестьдесят тысяч. Сейчас нам предлагается на эту строку бюджета выделить четыре миллиона двести. Также, если я все правильно помню, в доме прошлого созыва и еще предыдущего созыва, нам всегда говорили, что бизнес-инкубатор, он у нас вот-вот заработает, выйдет на самоокупаемость, дальше начнет приносить прибыль в бюджет, ну и как-то постоянно эти планы, видимо, корректируются. Плюс к этому кадровая чехарда с руководителями бизнес-инкубатора и, как оказалось, арестованные счета. Так зачем тратить на это деньги, недоумевает депутат. В сентябре месяце дополнительно выделили еще 2 миллиона восемьсот двадцать тысяч, которые мы до сих пор не можем отдать бизнес-инкубаторам, из-за того, что все счета бизнес-инкубатора были заблокированы в связи с кучей имеющихся исполнительных листов по той задолженности, которая накопилась в следствии недофинансирования на протяжении всего этого периода. Также Татьяна Александровна напомнила, что у муниципалитета есть обязательство в течение десяти лет финансировать деятельность бизнес-инкубатора. У меня предложение такое. Сначала провести проверку силами КСП и, может быть, правоохранительных органов деятельности бизнес-инкубатора верхниками. А бюджет следующего года по этой строке оставить, как мы раньше планировали, миллион шестьдесят тысяч. А разницу три миллиона сто шестьдесят тысяч отправить вот на ту строку, которую депутат Матвеев говорил. А депутат Матвеев, как представитель спортивной сферы и тренер чемпионов России, Европы и мира, высказывался, конечно же, за то, о чем переживает всей душой. Сейчас у нас на данное время обеспечение, допустим, вот я именно по спортивной школе Олимпийского резерва говорю, инвентарем всего пять процентов. То есть с 2006 года школу Олимпийского резерва из бюджета не выделяли средства для приобретения инвентаря. То есть вы сами понимаете, на чем сейчас там дети должны заниматься. Депутат считает, что это никуда не годится и предлагает коллегам по думе задуматься о том, чтобы пусть не сразу, но постепенно все спортивные учреждения, объекты и секции нашего города привести в надлежащий вид для полноценных занятий соликамцев различными видами спорта. Слушания в итоге были признаны состоявшимися. Все звучавшие депутатские мнения, позиции и предложения будут обязательно отражены в заключении о проведенных слушаниях. Будут ли мнения депутатов услышаны, покажут результаты голосования после принятия бюджета в первом чтении. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.